И снова привет, дамы и господа! Мы продолжаем наблюдать за закрытыми квалификациями, европейскими, на The International 2019. Второй игровой день группы, и давайте, собственно, посмотрим, какова ситуация. У Singularity 3-1, Гиппоманьяков 4-1. Матч довольно важный, потому что в одном случае Гиппоманьяки гарантируют тебе, без всякого, верхнюю сетку. Если проигрывают, то Singularity не гарантируют, но сильно приближаются к этой самой верхней сетке и добавляют пару возможностей для команд формата хаос или антимейдж, как закрепиться и попытаться выйти в переигровки. А мы наблюдаем, собственно, их встречу только со мной, без Джема. Джем еще не успел ворваться домой, когда игра стартовала. Ну что поделать, ворвется следующий. Он был крайне близок, он уже открывал дверь, но не фартануло. Ну давайте глядеть. А пока мы будем глядеть, я вынужден напомнить, или хотел бы вам напомнить, короче, я вам говорю, что вы можете поучаствовать в акции Five, регистрируйте пачки и коды с пачек данной жевачки и выиграть поездку в Шанхай и другие призы. Так же, как и Рокетбанк, партнер трансляции, который дарит компедиумы 24 уровня боевого пропуска. Все подробности по первой и второй акции есть где-то под стримом, можете почитать. И не забывайте подписываться и следить за новостями в нашем сообществе ВКонтакте. Dota2.ruhub. Это тоже очень важно. Не пропустите. Так, ну и что, глядим и смотрим. Гипмоньяки, Сингулярити, сердечко. За Радиент, счет получше у Дайер. Как-то так это пока работает. Ну и посмотрим, что в итоге получится, потому что гипмоньяки довольно концептуальные ребята. Напомню, что вчера полдня они играли Фениксом и Жигернаутом, и ни первого, ни второго бан не получили. Надеюсь, что сейчас, правда, СНГ возьмут себе Марфа. Уж очень хороший сетап у них под это делалось. Уже добран. И либо парад забанен. Особый такой прям плотный контрил уже тоже не предвидится. Можно попробовать хватануть. Жигернаут они тоже видят. Жигернаут этот герой тоже уже контрит. Ну, типа, здорово. Но, опять же, это не обязательно будет так. Поглядим, посмотрим. Закрывающий драфт будет у гипмоньяков. И 21-й Сингулярити вынуждение будет где-то вот за вторую стадию половину своих карт раскрывать в любом случае. Показывать, кто есть бэтрайдер. Саппорт или не саппорт. Но флейн или не у флейн. Будут показывать, кого они хотят набрать. Под тимфайт, под драку. Что им было бы неплохо заиметь что-то вот против этой комбинации. Яйцо Феникса, корни от дерева. То есть, либо герой с мантой, либо герой с каким-то рейнджом. Но вот они берут виспа вот так вот. Остался он до второй стадии. Не стали брать его в первую. Я уж подумал, что просто заигнорируют. И в итоге, бах, появляется вот так вот он. Долго думали, видимо решали, хотят не хотят. И взяли. Но посмотрим, кто будет под виспа. Герокоптер или нет. Мне кажется, что они даже вчера играли с герокоптером и виспом. Сейчас я быстренько это дело проверю, гляну. Было, мне кажется, такое где-то вчера в одном. Из матчей с этой командой. Да, 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 да. Кентавр, Бен, Виспе, Герокоптер, Темпларка против Баудов. От флысых они играли. И там был не самый хороший старт. Особенно у Пингвинчика. Но в итоге он перевернул игру. И все у них получилось. Их Спилибур там тоже ездил. Нагирыч и разваливал. Так. Но морфа, я бы, конечно, хотел увидеть больше. Но, опять же, кто я, кто они. Все, вроде, как бы честно. Но долго думать. Доп-тайм, резерв-тайм у них уже идет. Им нужно открыть по-хорошему оффленер, чтобы закрыть вражескую мидер на ласт-драфт. На кого можно такого хорошего взять в оффлене, кто не проиграет. Допустим, под трендом против Испа плюс один. Вообще. Вообще. Я бы, конечно, брал бы какого-нибудь Тайтхантера. С одной стороны, с другой стороны. Можно попробовать немножко понаглеть и взять какого-нибудь Вивера. Вивер-тренд не так и плохо. Очень активная боевая линия. И самое приятное, что она может забегать. За тавер и просто этого Испа всю игру кушать. Но играет ли Сиберлайт или не играет? Вот так мы взяли Шейкера. Тоже неплохо. Опять же напоминаю, что по итогам вчерашнего дня мы выяснили, что с этой командой Сиберлайт самый мощный игрок. И если кто-то и выиграет, то это именно он. И, видимо, поэтому настолько долго выбирали, советовались, решали, кем он будет сегодня тащить. Потому что вчера что-то не играл, то взрыв, то выстрел. Он просто бахал. Играли не только одну игру, самую первую, где он играл на Аксе. И даже там сделал довольно много. Ну и вот, да, собственно, появляется герокоптер. Решили далеко от канонов не отходить. Связка по Испа, наверное, пока все еще остается самая сильная. Ничего лучше не нашли. Да, есть герои там. Луна какая-нибудь там. Хаусная, тени, которые как-то сочетаются. Но лучший герокоптер пока все еще никого не нашли, не распробовали. И пока вот именно он и появляется. Ну и что мы видим? Этим строк, Бэтрайдер, Ио. То есть три не самых их сильных героя. Без хорошего бурста урона, без хорошего какого-то пуша. Без хорошего тимфайта. Как мне кажется, вот примерно так. Все, что у них есть, это... Два ультимейта Бэтрайдера, там, Бутерин Строк. Ну, в общем, такая идея. Много было думав на, например, СНСГ-квалах со схожей механики. И работала плохо здесь, вот будет Бэтрайдер. Поэтому ставка пока идет на нового герокоптера. И на него есть уже Феникс, уже Трент, уже Герокоптер, уже Джиггернаут, уже Шейкер. То есть, таргет на внести кучу урона они способны. На зоне Твиспа они тоже способны. Будет очень тяжело играть. Наверное, самое только приятное из всего этого, то, что герокоптеру удобно бить яйцо со включенным флэком, потому что как бы и полезным делом занимаешься и дэмэдж наносишь. То, чего вчера не хватало горцу в команде лысых. Ну и байница Морф. Все-таки решили так они поступить, потому что против Морфокоптера играть очень некомфортно. Опять же, нет аппарата, нет возможности его взять. Потому что слот под него вроде как бы есть, а как бы он в бане и Морфилу контрить до драфта было бы тяжело сейчас на 21-й. И также убрали ДП. То есть нужно брать героя для Пингвинчика под это все дело. Но опять же, лучше темп арки, я вот здесь ничего не придумаю ни в жизни. Быть может какая-то VR-ка еще, сколько-то неплохо заходит против всего этого. Хоть опять же неприятно. И против Шейкера из-за того, что у него тотем с Трустрайком. Ну это хотя бы какой-то герой, что-то делающий. Квапа там, вот пак из той же оперы. Быть может. И что-то вот такого формата им нужно хватануть. Но что это будет точно, мы сейчас узнаем. Сейчас 15 секунд. Ну это Минвокер какой-то. Надо как-то замес просто выигрывать. Будет гир еще здесь и с темпларкой. Это более-менее однобокие персонажи. Еще есть вариант Кунг, кстати. Вот. Кунг может дать им замес. Но берут все-таки клапу. Для замеса, для успешной ленинга. Моментальный ответ Шторм. И тут прямо вот смотришь, думаешь. Ну должны, должны гипломаньяки получше себя чувствовать. Больше опций для хорошей драки. Четкий, прям максимально четкий врыв. Феникс, Шейкер, Штурм, Спиридж, Джигернаут. На вбеге можно убить сильно больше одного героя. И поэтому, если гуляете, как-то будет проблематично. Я не знаю, начать что ли драку. Вроде как бы ты стоишь, вроде как бы у тебя что-то есть. Но как убить героя? У Герим Строка летят две гадюки. Там закидывает двойные дегера клопа. На них всех смотрят. Говорят, окей, что дальше? На пхелвард где-нибудь ставится. И начинается фокус по гирокоптеру. Поэтому если делать все будет гипломаньяки правильно. Если не зайдет в хлам линии, то я думаю, они должны побеждать здесь. Но опять же, поглядим, посмотрим, узнаем, как только примерно разберутся по линиям. Поймем, где кто сильнее. Потому что сейчас какие-нибудь свапы, пересвапы. Окажется, что в итоге шачало там какой-то соло-легку. А то и соло-мид против Штурм Спирита. Всякое может быть, потому что, мне кажется, против него как раз-таки бэтрайдером не настолько-то и плохо играть. Может что-то получиться. Не понял. Я все понял. Очень интересный лоббин. Хорошо, что сейчас, а не во время где-нибудь игры такое стало случаться. Так, ну и глядим. Будут ли какие-то интересные пестовки, будут ли какие-то интересные решения, или все будет более-менее стандартно. Пока я вижу, что Виз просто отправляется в топ с бэтрайдером. К минимуму ускоряет его. Видимо, хотят, может быть... Да нет, и варки хотят поставить. Просто поехали. Скорость 328. Может быть, даже останутся такой даблой стоять. Потому что Виз для гирокоптера на самых-самых ранних первых левелах не сверх полезен, а не сверхнужен, скажем так. Ибо от фокуса еще не спасает. Из-за отсутствия левела, собственно. И обилки в силе помочь не может. И Грим, возможно, будет даже лучше. Опять же, против Трента Шекер, просто потому что это два милишника. И Грим с ними там хотя бы с пылами может попытаться. Нападение идет. Ко-нибудь Динксуал навесил. Хотя бы что-то. Потому что Виз может сделать плюс 0. Начинает ломать пока леса. Но он, конечно, не угадал. Они сломали лес здесь, сломали лес здесь. Но Трента уже снизу. Видимо, думали, что это будет Феникс. Шекер в оффлейн. Трент придет, собственно, в топ. Но, видимо, что не угадали. В итоге время потрачено зря. Леса сломаны. И это было не нужно. Сейчас должны были увидеть Феникс. Должны были понять, что Феникс 10 тангосов. Ну и здесь руну одну отжимают. Одну бежит в Жигер, надо забирать. И некому помешать. Копа может, конечно, скачать блинк ради того, чтобы ворваться и перекликать. Но это глупость. И в итоге еще Феникс возвращается просто по двух героев и забирает руну у них. Я ему сейчас много урона несу. Нужно лететь. Да, улетает. И в итоге четыре руны забирает себе гип-маняки. И вот я говорю, что было бы неплохо не проиграть. Лайн-стадию в хлам. И вот в итоге, что мы видим. Переставка Гирыча в топ, когда увидели Феникса. В топе. Бетрайдер уже уехал. Вот. Клопа против Шторма в центре. Ну и здесь тоже идет перетяжка Шейкера на свою легкую линию. А Джигернаут убегает в вод. Стоять и получать фрифарм. Потому что я против Бетрайдера. Ну, один из таких очень приятных героев. В плане стояния на линии. Ибо на стаке плевать. При нападении можно дать сдачу. Причем вот, может быть, кто-то помнит, смотрел игру. Мне кажется, ВП с ликвидами, например. Где Паша стоял, например, на Фениксе против Джиггернаута. И там был левел 3 на 7. Соло на соло. Здесь против Бетрайдера могла быть та же самая ситуация. В итоге очередной пересвап. Но это приятно, что они их вообще делают. Эти пересвапы. То есть, зачем стоять? Заведомо плохие линии. Если можно попробовать поставить заведомо хотя бы сколько-то. Хорошие. Нападение на муфо. На четверочку команды. Хвл. Бараши. ФБ. ФБ для экскрибура. Его забирает. Получается для себя буст. По финансам. Получаю также второй левел для Виспа, который в итоге поставил в топе. Получил. Экспу пока шли перетяжки. Сейчас перетянулся. Помог сделать фраг. Для него это очень приятно. Продолжает ломать лица теперь здесь. И Гирич перетягивается в топ. Бетрайдер улетает вниз. Вообще Бетрайдер не хочет против Джаггера. И судя по всему, СНГ выиграли. Эту самую свап фазу. Потому что с телепорта первым ушел Джаггернаут. Вторым ушел Бетрайдер. И теперь Джаггернаут не может прямо сейчас нажать клавишу и переместиться. Как-то так это работает. Ну интересно. Интересно. То есть многое зависит теперь от того, насколько мидеры друг друга перекликают. Пережмут, потому что есть потенциал соло фрага и для одного мидера и для второго. А здесь более-менее комфортно себя должен чувствовать. Я думаю, Гиргоптер больше, чем Джаггернаут. А здесь из-за того, что вы третий мидсакинопал против милишников, Свою линию он тоже должен тащить. И вот на стадии непроигрыша своих линий вроде как СНГ справились. Теперь осталось выйти из стадии непроигрыша своих линий в стадию до десятой минуты забора. Хотя бы какого-то количества баунтерон. И ответов на первые выпады шторма под чистой левел. Может быть даже как-то, если удастся его задушить, то будет совсем здорово. Просто вчера была ситуация, где он взял в три даггера и прям проиграл очень сильно свой мид. Это было нехорошо. Может быть это был не он. Ну ладно, на всякий случай скажу, что это был не он. Но вообще думаю, что это был он. И как бы это плохо, когда такое случается здесь. Пока мы видим 14 на 2. 10 на 2 выигрывает у Штурм Спирита и продолжает проспам. Их очень неприятный этот кортик. Качанный просто потому, что с кулдауном в 12 иметь даггер с дюрейшном в 15 позволяет всегда держать противника в ситуации под шаду-страйком. И тем самым не давать ему пить фласки, есть еще не лезть куда-то в драку, из-за постоянного замедления и всего прочего. Потому что клопа наказывает, особенно в стартах в лавах, очень сильно за далекие заходы. Но может просто этот блинг за спину вот так вот бахнуть. И пробивай шторма дальше. Вот он вынужден был принести себе первую фласку. Подождать пока спадет Штурм Страйк под это дело. Потерять пачку крипов. В общем, в реакторе минчик, видите, чуть-чуть, самым быть может малость, но лидирует на этой линии по заработанным финансам и по нетфорсам. Так, ну и что дальше? Здесь хорошо, ну не знаю, это СТ большие молодцы. Здорово, поставили линии. За контроль, и педминчик щелокерок, находит руна регенерации, как раз в момент, когда у него закончилась вся мана. Причем вносит себе, вот видите, в кларетке, приносит себе, ага, это не его кларетки, это не пашки. Получается, для грима все вот это было дело. Но интересно, что принес только одну фласку, не догородил второй нутерисман, в любом случае, то есть потратил всю ману, потратил все хп. В итоге зарегинился с Эльгена, же, свой результат автологии, до полного состояния данных полосок и шторм. Понимая вот эту вот плачевность ситуации, просто уходит в лес, забирает свою оттуда. Теперь его хрипстат будет расти, наверное, побыстрее, чем у копы просто, потому что он успевает забрать больше одной пачки обычно за 30 секунд за счет своих обилок. Но стоимость этих пачек, она куда меньше. Так, в это время в боте был залет уже под Т2, но собирает успевать сделать фраг на шашлот первым. В основном для него это хорошо, с другой стороны полный набор в виде экспоедения, получает себе висп. Забирает также 2 баунтируны здесь, забирает также к скалибру здесь 1, то есть 3. К одной по рунам, и в итоге висп левел 4 уже. Вот такой вот линии, пустаки может делать, пустаки может фармить, по идее, кстати. Висп уже неплохо наносит урон. 18 скрип дэмиджа в кучу этих. Если вовсе 5 виспов стоять, там нормальный дипс, его хватает. Но идет перетяжка в топ. Вот перетяжка с трента, возможно даже у него какой-то еще сентрак подъедет сейчас. Что-то в курере-кулее пусто. Да, сэппи-минчик вообще в соло. И сейчас под 6 левел любой приходящий герой должен быть сразу наказан. Стоит вард, видит, просто варваться, дать заклинание, выгонять, не дать получать экспоедения. То есть с этой линии он уже выносит довольно много и нужно наказывать. Потом у него опять же есть соник вейв с кучей чистого урона, который вот не сверх заряженных противников просто могут убивать. Руна сбавилась снизу, хоста. Но неправильно заявили, что вышли вдвоем, отзонили как бы квапу. Вот получение очередного повара, но сейчас может потерять здоровье феникс. Если потом прочек, он мог бы просто задуть. 340 урона, у него было 330 хп, даже сейчас чуть-чуть меньше из-за яда, из-за кортика. И если он даже взять первый спел, он еще теряет часть своего здоровья. И квапа бы точно его убил, но, видимо, посчитала, что не хочет. Либо не прокликал. Ну и здесь в триплу стоят двух милишников заливая. Оставится хилвард, дожмется ливень кармор левела 2. И джаггернаут так или иначе пытается жить. И под хастой рвается шторма левела 6. Родин сканирует, не угадывает. Загадывают, потому что на поле уже идет стоп, пытается висп жить. Но здоровья немножко не хватает. И сейчас гиры члевела 4 тоже будут получить очень много магического урона. Но квапа перетягивается. Отличный соник вейв скрим. Залитает также ракета под лох хп. Живет экскалибур. Шторм под сайлнсом не может ворваться. И квапа должна была давать у него скрим в пейн. Но хаста спасала шторма какое-то время. Но его все равно здесь дожмут. И это минус 3. Вот на перетяжка, которая была так необходима. Очень много заработал для себя. Много заработал для своих тиммейтов. 332-377. Гирч по хп подбустился. Четко. Могут, умеют, практикуют. Вы что, при этом опять же. Здесь бетрайдер, как будучи бетрайдером, должен шайкера напрягать куда мощнее. Сейчас под 6 вебл еще может даже сделать какой-то фраг. Вид перетяжка от феникса в топ. Должны, кстати, попробовать на него, может быть, выйти. Феникс очень плохо в разбивании гадюки. Вот это вот. Вешать сайлнс, то есть ты не успеваешь его снять, и это смерть. Крест-крест, череп-гроб, даже не успевать сбить гадюку, получить финансов. Еще две сотни для мипошки. Ставится пауза, говорят, тимспик. Вчера. Вчера у них был дискорд. Проблемы весь день. Они, видимо, сегодня, чтобы это не повторялось, пишите тимспик и... Такие дела. Так, ну и хорошо. Хорошо. Тысячи голды, тысячи экспы. Им нужны эти левела, им нужны эти деньги. Опять же, видим хорошие нетверстия. Особенно клопа относительно шторма. То есть, да, шторм следствия много имеет, что левел. Но первый выход, конечно, был отвратительный. В одного виспа, трех героев потерять. То есть, стадию лайнинга хорошо. Стадию первых выходов шторма пока хорошо. Нужно еще один-два таких же выхода. Прерывать, провести контратаку, не подставляться и поставить фарм гирокоптера на поток. Делать стаки, проставить защитные вижены и фармить вот эти вот области, вот эти вот зоны. В таком случае и Шагер от врыва нормально войти не сможет. И нормально шторм ворваться не сможет. И на просто голом фарме, когда-то гироч, там, форманет себе БКБшку и все прочее. Но он будет сильнее, чем вот то, что есть сейчас с гипоманьяком. Ломается так же лес. Попадает еще в трента, понимает, что он здесь. Подводит его на СНТ. Сейчас можно попробовать немножко поражать. Да, выгоняет муфа. Некомфортно играть трентом. Очень некомфортно. Когда вот столько, скажем, дел делается именно против него. Да, сейчас получит немножко экспы еще. Снова пытаются пробить. Снова выгоняют. Когда команда неопытная, вот такие герои, как тренд, делают очень много. Когда команда шарит, как это работает, то очень некомфортно играть на схожих героев. Теперь Кимару, Трента. Потому что... Ну, а что вот, ну, просто это ФК. Керри пытается фармить, вражеский Керри фармит в разы лучше. И не то, чтобы в разы лучше имеется в виду, фармит. Пока будет правильно сказать так, но просто сильнее у него старт чуть хуже. И, исходя вот из всего вот этого, любой другой герой, хотя бы косты покидал, то что-то поделал бы. Тут в лучшем случае залетает Левен Кармор, что очень небольшой импакт вносит. Получается, что СНГ вот действительно зажимаются пока. Ну, не зажимаются. Среднаправленная выфармливает просто свои или сап, ибо это сейв-зона. При этом очень плотно и нагло стоит герокоптер. Но вот сейчас под шестой левел Джиггернаута. Перетягивается также Шекер. Но перетягивается он на вард. Вард не находит, его прекрасно видит. Под десятую минуту, под баунтируну. Нужны еще герои на подсейв. Раскусит Джиггернаут. Но здесь Клопа сейчас Джиггернаут может увидеть прямо во время крутилки. Также здесь Гримстрок. И вот на Клопа прыгает. Отличный ультимейт. Убирают трэнта, Шекер. Можно техослэм. Дает его отличный также тотем сверху. Делает минус два. Чуть урона не хватило. Денает также кари своего тиммейта. Вырывается Шторм. Уворачивается от Инксвелла. И второй вот выход уже не удалось прервать. И делается минус четыре героя в размен на одного лишь трэнта. Очень мало. Если Шторм уйдет, будет совсем обидно. Но не должен уходить. Батрайдер таких из-за того, что у него очень хорошему успеть наказывает. Так что зачем-то ворвался сюда вплотную Феникс. Учитывая, что все его билки работают издалека. Это того не стоило. Тоже отправляется в таверну. Это уже не получится. И ситуацию четыре в один. Перевели ситуацию в четыре-три. Вроде как не так и плохо. Баунтируем. Как у нас дела? Пока что три. Баунти забрали. Четвертая пока еще лежит. Но все три забрали гипманьяк. И вот потратили первый ультимейт не спали. Для того, чтобы просто Джиггернаус сделал крутилку. Теп-аут. Ну и молодцы. То есть гипманьяки, опять же, неспроста у них 4-1 в группе. Проводят второй выход более-менее хорошо. Опять же, масса ультимейт, это вот Шейкер. В дальнейшем тренд, в дальнейшем Феникс. Дадут им хороший тимфайт. До БКБш как точно. Так, вопаду, типа, не очень хочет собирать БКБш, Курана, Висп, Гринстрок тоже не очень. Бэтрайдер вроде как хочет, там, стандартно сейчас собираться тому в спид. То есть брать барабаны, брать юл, брать, возможно, даже какую-то каю-яшу, чтобы просто быстро ездить. И из-за этого тоже БКБ не сверх любит. Могут быть проблемы. Ставят свой 510. И вот эта книжка. Плетает шторм, забирают гирокоптера. Третий выход, получается, тоже провели и не совсем удачно. Не дали ответа. И из-за этого гипмоняки вернулись в игру, можно сказать, что полностью. При этом еще в боте Шейкер вместе с Трентом забирают Гринстрок. И сейчас могут попробовать забрать еще бэтрайдера. Тотем. Есть фиссура. Есть тренд, собственно, кидается. Ленингармор, но вот он очень быстро спадает. Кать стаков Шейкеру очень некомфортно. И он выживает, он вышел. Вышел просто из ринжа. Фаерфлай, ну что-то так, его все-таки Шачло Максимка дожигает. Ну и сейчас вот опять же лизут слишком далеко. Ребята из гипмоняков, Клопа вместе с гирокоптером делают в ответ еще два фрага. Итого четвертый выход хорошо. 2-2 по выходам. Ситуация плюс-минус хорошая для той или другой команды. Находят Арканруну Шторм. Врываются в него. Летит сюда гирокоптер, видимо, с виспом. Внизается Шрайн. И урона хватит или нет. Решил не выяснять, что ром. Хватит и у них урон или нет. Просто пытается на Арканру не улететь. Очень далеко уезжает. Но заканчивается. Мана врывается Шейкер. Хороший ультимейт. Забирает виспаде. Минь, че-то немножко перебездел. Но неважно. Сделано это или нет. Виспаде уже потеряли. Папу. С ультимейтом. Просто одну драку там подрывает. И все снова будет ток. Главное, что Шторма убили. Замедляет тренд гирокоптера. Есть фиссуры. Перекрывает проход. Ичан тотем. Но здесь уже примечивает. Сейчас бы с ультимейт. Спас бы гирокоптера. Просто отодвинул бы всех от него. В итоге теряют гирокоптер. Сам гирокоптер. Сами-мичи делают бринкаут. Ну и Шичло вынужден здесь тоже просто разливать свой напалм. Поливать все так же огнем. И особый импакт на драку это не вносит. На этих вещах может пробежимся. Посмотрим. Стрывала барабаны. Здесь выход ворчит. Меха. Кстати, у Виспад что-то очень много денег. Казалось бы, на фоне всех саппортов. Или кор позиции немного. Но именно как для Виспа. Учитывая, что ему не очень нужен тапок. Может позволить себе рано выходить и другие слоты. Вот есть уже ХДС. В почти готово к Меха. Без рецепта. Сколько получается надо? Еще голды примерно. Это довольно быстро накапает. Интересно. Подвязывается Висп к гирокоптеру где-то снизу. Под модельку. Когда он делает этот ролл. Переворачивается и тизер. Забирает где-то снизу. Кстати, Феникса в это время. Пока я наблюдал. Коллапс Виспа и гирокоптера. Ну, ничего страшного. Саппорт его не жалко. За него не страшно. На вардах Мепошка. Ну и гирокоптер купил Яшу. Сразу потом делать БКБ. Это же хороший арт. У него будет рассадиться. Пытается увести. Гисп своего друга в итоге. Просто выманивает всю агрессию на себя. Почти, кстати, выживает. Чуть-чуть не повезло. В итоге Джиггернаут тратит свой ультимейт. Шейкер. Не тратит. Шторм тратит с ума. Но забирает одного Виспа. Идет перетяжка всех пяти героев сюда. Тренд. Феникс. У них ультимейты готовы. И 4 в 5. Я не уверен, насколько хотят СНГ драться. Я бы не стал на их месте. Но, собственно, они и отходят. Итого Шторм делает себе Каю. По понятным причинам дальше делает Юл. Возможно, видите, как раз я обливен став. Сделаю, чтобы будет торчить. И ту же гадюку снимать от того же фокуса. Можно бы тоже испортить. В очередной после Каи будет пытаться собирать Юл. Феникс на слотах тоже в Юл. Шейкер с Даггером в Юл. Джиггернаут купился пока Джиггерин. Не будет гореть в Мэл Шторм. Сразу делает Манта Стайл. И 15 минуты. Выход под баунсеруны. Забирает Гирокоптер. Шейкер проиграет. Хороший эхо-слэм. Ставится бицо. Ставится ультимейт Гирокоптера. Ставится также Гирокоптера. Ставится у Трента. И Шайна не хватило, чтобы за хили теряет пока что новых героев. Удастся ли быть хоть какой-то размен. Шачло у него кулдаун пока ультимейта. Просто летает в толпу. 10 стигов. Барабаны. Довольно толстый, довольно жирный. И Феникс вообще так опасно пролетает. В итоге догорает. Идет врыв в Клапу. Шачло может идти сейчас сильно все испортит. Попа не выживает. И Шачло заканчивает с его Firefly. Из-за этого, скорее всего, урона просто не хватит. Фиссура отличная. Circle of Fate. Бочечка. Саки Напалма. Реген. Гадюка. Шейкер допрыгивает. Гирокоптер уже резца. Возвращается сюда. Летит также Висп. Ну и в итоге остались очень долго здесь ребята из гипмоньяков. Потеряют штурма. Потеряют Трента. Шачло. Килинг Сприм. Также догадываются, что врыв был неспроста ломают вард. Ну и по итогу 3 в 3 размену. Вот так вот все получилось. 3000 Клапа, 3 500, 2 500. Бэтрайдер здесь более-менее одинаково. Они все герои, но из приятного Феникс. Конечно, сделать 1150 тренд больше на захиле. Меньше 1000 перевеса по баунте суммарно. Шачло собрал, успел снизу 2-2. Или стоп, Гирич по-моему хатанул. Да, 3 в 1 баунтируют и в пользу СНГ. И сейчас они продолжают дофармливать свои слоты. Чуть, кстати, не хватило здоровья, чуть не хватило лечащих способностей. Виспа, чтобы спасти гипрокоптера и не потерять его. Поэтому такие драки стоит гипотекам проводить поаккуратнее. Не лезть на шаймяк у него вражеский. Ничего себе. Суприм врывается, ловит гадюку. Нужно ее сломать. Не успевает. Ловит ракету и погибает. Вот это ошибка от Суприма. Зачем он это сделал? Просто сейчас таким макаром может и игру отдать. Ему нужно снова уволить. Он и так проигрывает в копе. Она еще и делает себя, опять же, арчив. Скоро он будет. У него до юла еще как до интернешнл, собственно. Ползком. Баталя продолжает наливать. Вот еще плюс 8 здоровья. Увязывается он не слэш. Ему нужно взлетать. Хватит ли здоровья. Подрезает его щитрент из-за вот этого дерева. И в итоге здоровья не хватает. Шашел должен твориться, наверное, дает стрик. К счастью, для него отдает для Феникса. Хотя, ладно. Феникс тут тоже уже неплохие слоты делает. И с приятным, опять же, ему очень нужен левел 10 ради ГПМа. И он, получив сейчас экспу, приближается к заветной цифре. Мег готовый для Веспай. Вот сейчас, быть может, провести кури-драку, где поставил гирокоптер под фокус. Пока нет ультовых жигернаута, у них тогда, может быть, и получится выиграть этот файт. Главное, славить все косты в Веспай. Купу пока слишком мало. Спирит и вешает теперь соло. Дэмэдж брать не стал, но оно и понятно. Я уверен, что очень мало людей берет пусть дэмэдж. Но пойду, на всякий случай, посмотрю. Какого у нас забрали на кошку? Сурят. Стримлю в соло, и делать это и другое очень тяжело из-за этого. Именно успеть уследить. Рука-то одна для мышки. Стримляю в трусах. Висп, висп, висп. Так, плюс урон берет 22% игроков. Очень популярный талант получился по итогу. Так, ну и тренд пошел. Пошел ставить вижен. Ставить сентрю. Может съесть, не может съесть, это может сломать, обойти. Я думаю, правда, что опасается. Может быть, даже не будет. Понял, что вард в университете есть. Ок. Ставит свой вард на вражеский сентрик. Причем подставился его же этот вард. Вот этот вард. Если этого сентрюка я увидел, то есть сейчас мипошка здесь, сконтролирует, может дать дасты. Может увидеть. Да, и подтягивает сюда бет. Успеет ли? Успеет ли мы больше каких-то таких? Мне чуть не успевает, жаль. Но должны были увидеть сейчас вард. Где там вижу? Никто не подставился под вард. И вард увидел смог. Вот это не беда, конечно. Это куда хуже. Это просто тотальный кошмар. И если, вот опять же, гиманяки молодцы, они могут сейчас подготовить очень плотную ловушку. Поставить какой-нибудь джиггернаут, нажать себе ультимейты, потянуть всех своих героев. Там, выпить шань, перетянуться. Такой, конечно, косяк. Так, и то, что не убили трента, не успели подтянуться. То, что нажали смок на вижене, на варде. Прямо обида. Ну и виза тут, с другой стороны, добирается десятый, берет гпм, что тоже важно. Так, что в итоге по слотам? Родов Атас будет у бетряйдера совсем скоро. Арчи, рветов, клопы. Нашли вард здесь, нашли вард здесь. В итоге оба ломают гирочек, а получают за это деньги. Висп делает глимер. Интересный выбор, хотя возможно, что и правильно. Очень много магического урона глимера. Даже пассивно дает. Маг резист, активный, так вообще гигантский. Гримстроук. Также на вардах, но гирочек доделает все бкб. А еще осталось 1200-1100 голды примерно. Шторм залетает за дабл дэмэджем. У него Кая почти готов к юул. Феникс с левелом, с гпм потихонечку тоже будет у него выходить. Осталось там считанные минуты до покупки. Шеггер почти с юулом, джаггер и с юг яшу. Ну и тренд запланировал себе пока что взять даггер, но не то, чтобы у него много денег, чтобы этот даггер получить. Баунтируют пока что 2 к 1. И здесь решили не проверять. Одна команда была далеко, не пришла. Вторая забоялась, забрав верхнюю-левую, идти за верхний, за нижний-левый. 1120 вард поставил тренд. Саппорт до глубины души. Пишите сколько у вас вардов на вашем любимом герое. Сравним у кого больше, потому что мне кажется, у меня где-то 50 стоит. С выделения гемов я не очень часто ставлю варды. Так, ну и перевес меньше тысячи, но вот по фарму очень много. Опять же мы видим именно у нужных героев. СНГ и бетайдер на слотах, если вот он будет так же продолжать, будет очень неприятным персонажем, которого будет тяжело захвасить, потому что по такой игре возьмёт он всё-таки себе БКБ, и тормозить его будет особо нечем. Ну и опять же не стоит забывать, что виск герокоптер это одна из самых успешных связок за всю историю ДОТ, и вот она тоже за СНГ. БКБ готова. На реакции, если успевать нажимать, это потеря очень большого количества ДПС, которые есть у гипоманьяков. Осталось теперь набрать какого-нибудь любого урона, и можно будет просто разносить. Ну я думаю, по стандарту. Манта. Какой-нибудь штурмагоним. Сатаник. Ты стоишь, стреляешь, даже в низаебах лечишься. Статус резистность добираешь. Ну я думаю, что это будет так. Возможно, будет какое-то другое. Другое решение, другое используют. Другие слоты, но пока собирается под смок в пятером. Очевидно, ненавиженный противник. И рисует, куда пойдут. Это будет бот. Здесь как раз-таки толкнули линию, и должны сейчас гипоманьяки бежать отсюда. Должны выйти джиггернаут и битрайдер. Битрайдер без даггера пока играет. Это днисто-минус. Все родоваться хорошо. Даггер отсутствующий. Вот это плохо. Видят. Должны были видеть ответный смок. Разъявили тут же и джиггернаут и гримстролка. Причем, очевидно, здесь вижен стоял. Понимание было, что они видят. Битрайдера никак не видно. И в итоге просто разведаются. Опять же, стоят около своего шайна. Держат неплохую позиционку в плане того, что герои довольно далеко друг от друга, и все билки противника разом не залетят. Ну и очень многое зависит от того, нажмет ли экскребор в БКБ или нет. Потому что если он нажимает в БКБ, то он просто ломает яйцо. Если он его не нажимает, яйцо, скорее всего, развивается, и финизает очень много импакта на данном этапе игры. Но смог на смог, они сверху удачные, и мы потихоньку продвигаемся в сторону мид-гейма, где гирч уже начинает набирать обороты и представляет довольно большую опасность и угрозу. И по скорости фарма, и по нанесенному урону. Но Клопа с иморчином в итоге так ни разу ни в лады драйк не поучаствовала, нигде никого не поймала, и тогда такое вложение получилось дорого, но не сердито, скорее бесполезно. Это не тот артефакт, который позволит ему сейчас как-то закрепиться в позиции главного своего. Тащила или типа того. Просто будет идти просадка, 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 и со временем, по идее, если Шторм не будет заниматься всякой разной дурью, то... ...должно будет ее догнать, обогнать и быть полезным. Залетает пофармить. Чуть-чуть, на самом деле, опасно. То есть мы помним, врыв под Т1 Суприма в топе, где он просто погиб. И так вот опять же, то есть вне Вижны, без ничего такого, просто вороться. А если бы партийник был здесь, условно бы Тейдер тебя тащит, ты уже никуда не выходишь отсюда. И снова драка под вражеским шайном. Быть может, будет ставиться Сентряк, вы должны были его тут же увидеть, и Трента, и... И сам Сентряк, собственно, его ломают. Ракета долетает, Шторм ловит в свою кабину. Звук был, кстати, пустой. Звоночек. И Трента ловят, цепляют его ультимейта в драке. Хорошему не будет, но Шекер его сейвит. Трент в итоге успевает нажать. Ломается яйцо. Феникс дает еще одну тычку. Ну, пожалуйста, Мипошка. Мипошка не жмет. Гирокоптер выкупается. БКВ нажать я не успел. В итоге даблкил от Феникса. Возвращается также Висп с байбэка. И драка вышла совсем не такое, я думаю, какую для себя представляли. СНГ находясь под собственной шайной не так далеко от него, по крайней мере. Два в ноль. Размен. Два байбэка потрачены. Чего ради? А ведь Мипошка мог дать просто тычку, но что-то решил дать один каст, второй каст. Просто нажми клавишу атаки. Это же несложно. Мне кажется, вот стоит каким-то макаром донести до людей, что простота залог успеха. И в случаях, когда ты можешь сделать что-то простое или что-то сложное, зачастую простой вариант будет более эффективный, минимум в связи с тем, что ошибиться тяжелее. Так что в минус два героя. По баунте, правда, руном хорошо получилось. Забрали все четыре. Тем самым наверстали упущенное преимущество. Но вот Гирич славил дизейбл, ничего не нажал, завпустили его за все ультимейты. И сейчас у них восемь получается минут. Отсутствие байбэки, восемь же. Да, да, да. Отдыхают, и нельзя подставляться, и кулдауны, по очевидной причине, на все обилки вы в доте меньше. Даже самое долгое, это табличка мира вроде пять миг кулдаун имеет. Следовательно, также эффективно ворваться в Гирич, который может не успеть нажать байбэкинбар, можно. Сейчас радо, что он не нажал, то есть очевидно же, что драка шла, что драка бы продолжалась. Так, ну и вис продолжает раскручивать своих вис-пят. Хорошо это делает, потому что потенциально можно где-то зацепить, случайно даже просто пробегая от рента, догадаться, что он здесь, дастся у него с собой тоже есть, поставишь ракету и несешься. Так, битрайдер, находит шейкера, вывозит из-под тиммейта, дается юл, сайленс, жмет свой юл, ракету тоже заявляет, но слишком много урона, не успевает сделать даггераут, и шейкера забирают. Дает 4х хомба, но этого мало. По очевидным причинам это не дэмэдж-то так. Попытка откинуться, хотя бы сколько-то секунд времени выиграть. Вообще странно, что он выбрал именно даггер, учитывая какой здесь драфт. Многие, на самом деле, проигроки, с кем я вот общался, в последнее время говорят, что большого смысла в даггере на шейкере с тем, какой сейчас у него аганим, нет. Тем более на вот оффлейн шейкера, полкэрри шейкера. На 4-5, да, там 4-200 тяжеловато бывает нафармить, но на 3-ку это тот слон, который позволяет тебе быть очень полезным, и под лейтой строну максимально хочешь. Брать тебе аганима за левого таланта на 2 энчанта тем кулдаун минус 2. Ты просто прыгишь на 3 секунды, так даже без контроля, без калтактарином. Очень бодрый и четко. Поэтому я не очень понял сначала, как он был даггер, дальше привесил хорошо. И в итоге он все равно делает аганим. Смысла был ускоряться. Даги феникса ловят, пытается что сделать, шумет яйцо, яйцо уже довольно большого уровня, БКБ от хлопы, пытается древнею спрятвертеть его, подтягивает обратно от феникса, и получился грамотный байт. Очень мобильный драфт из-за шторма, что может даже на текущий сатак пролететь, ну, примерно вот столичком, и рисунок рук, понимаем, что если что-нибудь, это здесь он ворвется, это как бы, должно было тормознуть бэтрайдер, не дать ему ворваться, видимо, очень хотел, вот феникс, но феникса, мне кажется, того не стоит ворваться в джагер, а так ворваться в шейкер, ворваться в шторма, определенно, да, ворваться в фениксе, я думаю, что не стоило. В итоге сейчас в рыбе шейкер, хороший врыв, это минус попал, у них сейчас усилить, БКБ, но есть Байбэк, он его делает, также врыв на Гримстроука, все повесит свой ультимейт, Гирич БКБ здесь, но ему не хватает бонуса под фриспа, в итоге все живут и улы попал, возвращается, минус шторм, минус жаггернаут, феникс делает тэп-аут, просветили трэнтаун, делает дагираут, рода фатас, и сейчас бэтрайдер должен будет его подтащить, в итоге размен, по-моему, 2 в 3, но опять 2 Байбэка, в этот раз убили другие герои, поставили на другие герои, которые могли бы купиться, и Гирич настрелял, вообще, что у нас суммарно по урону, 2 900, 2 500, а здесь очень мало было, с импакта аж трава 1200, все-таки не на фулмане он был, по-моему, сколько-то, 700-800 на старте файта у него было, и этого просто не хватило, чтобы хорошо себя в драке показать, плюс он словил у Гримстроука, потерял возможность летать, так что минус 3 героя, байбэков нет, отдают Рошана, и сейчас Айгис появится, видимо, у Гирокоптера, либо у Клопа, я в Клопе отдавал, и они тоже это сделали, просто потому, что у Гирича быстрее появится байбэк, нежели у Клопы, Трен пробежал, кстати, успел где-то поставить Вижен на хайграунд, хороший вард, будет давать инфу по Курьеру, инфу по слотам, по тому, Кудань Курьер несет, если вот он где-то вот едет, проезжает, направо-наверх, то, ну, ты понимаешь, ну, кому-то что-то везет, ты спешишь по Чеку Курьера, скорее всего, догадываешься, кому, и можешь сопоставлять в этой линии, где процент находится, снова балансирует, снова 3-1, в пользу СНГ, и вот они, байбэки делают, как бы драки, не все выигрывают, а поднягами не дотянулись, мы снова увидим, ту же самую доту, где преимущество, до 3000, один раз доходило, и это вот, лучший показатель, за всю игру, как бы, очень равная игра, но продолжают появляться слоты, правда, я не очень пока перевариваю, айтенбилд герокомптера, потому что, очевидно, все, что ему нужно, это хп и статус резистности, что это просто переживание, за его противника, потому что весь должен тебя захиливать, и должен сам жить, также глибер, он сейчас уже купит себе, денег хватает, просто, видимо, на что-то пока оставляет, как байбэк, который со временем должен будет у него докапать, через, минуту 50, ну, что мог бы взять, а ну, передумал просто покупать, это значит, что, вот стол, классонка идея, интересно, интересно, опять же, то есть, и он должен делать себе хп-пу, просто потому что, при большом соцсредительности, при сатанике, всем прочим, ты живешь, будучи дираком, коптером, и все быстрее, спадают с вот этих дизейбл, вот с шейкера, можно бы кабанет нажать, что не в тайминг нажал свои клавиши, шторматом, от феникса, всего прочего, все эти станы, просто можно и лейдить, что я не одобряю его в текущий билд, да, тут все, очевидно, бакаба монта, это ок, потому что, допустим, тебя ударил тренд, хочешь, дыкс, зажмешь монту, это нормально, не тратить же БКБ, потому что можно ждать имейт, и в БКБ, я потом захватить, но дальше-то, почему не собрать Таня, который даст ему больше выживаемости, нежели бабочка, учитывая, что урона у них пока хватает. Так, ладно, давайте пока, общий так этот, прогресс заценим по команде, пока они успокоились, их они на кого особо не ходят, все дофармливают, ждут у моря погоды, тут бетрайдер взял ем, деньги есть на юл, пока не торопся убрать, хотя очевидно, опять же, в моем понимании, очевидно, что нужно брать БКБ, пока что взял юл, Квопа после БКБ уже имеет ультимейт орб и почти готов Хекс, 20-й левел АОЕ Шадоустрайк, взял талантом, висплевел уже 18, опять передумал, уже не блатстоун, уже сам делает Тараску, но что Тараску, что блатстоун, это хороший слоты, для плюс ХП, противник сколько-то подвязан по ХП, в плане, что у них весь раскаст магия, а у магии обычно дэмэдж фиксированный, сильно ты его не забудешь, что, допустим, врывается, там шейкер дает фиссуру на 200 урона, на 260, он сейчас врывается, через 20 минут, это будет через 260 урона, и через 40 минут, это будет через 260 урона, поэтому просто увеличение хаппула для Гирича, для Виспа, это способ выжить, как по мне. Грим пока что слин, зелый левел 17, 18 гирич, это опять же делать бабочку, я не одобряю, но делай его. Шторм пил себе Блэдстоун, делает БКБ, Феникс взял уже Шиву, после Линкенсферы делает хех, с ГПМ работает, но у него сигнатурный, это герой, играл вчера, играет сегодня, играет много в фаблике, понимает, как это работает, понимает, что этим героем делать, поэтому я не удивлен тому, что у него все это, у него появляется, и конечно, Шива сейчас будет сильно пакостить, ибо работает, как аура в яйце, особенно если перед тем, еще ее нажимаешь, по всем подачу, припять за пролет, это вообще 20 из 10, очень сильная штука, сандарейт и паут, Шекер доделывает, агоним, еще 2000, около того надо, здесь МКБ, то есть, Гирш еще не сделал бабочку, а Джаггер сверхразом уже, это дело Кантри, красавчик, и будет его в итоге, МКБ даже быстрее, нежели у Гирши, доделается бабочка, ну а тренд после Даггера, делает Лотус, пока что в процессе, нападение в топе, на Биспа, с Гирокопстером успевает, нажать Висп, в свои клавиши, сбивает Гирокоп, с Гирокопстером, с Гирокопстером, с Гирокопстером, с Гирокопстером, ломает яйцо, по дэмэджу и врывается Тален, пока теряет двух саппортов, Гирш все еще живет, Висп выкупается, возвращается в Драку, не успевает спонсортироваться к Гиршу, в итоге, просто в уйдет Драке, выживает Шторм, в счет того, что у него просто Блассон подрубился, не успевает его нажать, также стоит Хиллард, минус пять за одного Феникса, не самым получилось приятная драка, и следующее, с текущей набором артефактов лучше не станет, не хватает импакта от Бэтрайдера, ибо не может залететь в Драку, раскидать свои обилки, и много напалок пока с левелом и сборкой, не хватает импакта от Квапы, мне кажется, потому что все, у них, короче, главная проблема, что если Бэтр не залетает и не светит в героев противника, не получается сорваться под номером один, то не получается поставить такую позиционку, чтобы все герои давали свой положенный дэмэдж, то есть не удается Гриму вкинуть свои обилки, не удается, Бэтрайдер вкинуть свои обилки, не удается, в Квапе нормально встать, попасть по всем, и из-за этого просто посумеется драки, ты с кучкованной и влетает Джаггер с стоящим Хиллардом вырывается, а шторм где-нибудь с бочины, вообще, в итоге теряют СНГ Т3 вышку, успеет пока Бэдрайдер отсутствует у команды противника забрать, миличный барак, еще остается прям добиваясь катапулками центр, рыжего барак на команду езжает вниз на вышку, соединит барак и опять же 24 секунды без копы, узнаешь, что Бэдрайдер у нее нет и добивают, второй Т3 ставится вард, врывается Бэтс гемом, подвязывает тренд протектора, оставится защитная и все, чтобы команда прыгает шейкер, вырывается шторм, хороший идет дэмэш, но не скупать, он захил геркоптер, но дэмэра слишком много, геркоптер умирает, умирает также висп, и не уходя далеко, добивает вторую сторону, опять же двух, очень важные героев нет, а здесь все герои более чем целый и здоровый, можно попробовать быть и на третью сторону, если бы там не было Т2 вышки, поэтому по понятным причинам они пытаются статьи, но на самом деле не совсем пытаются статьи, быть может сейчас врываются, вяжут до БКБ пингвинчика, есть стан, есть продолжение, и добивают, также Квапу, ультимейт, Джиггернаута, также в БКБ и БКБ тоже забирают, и БКБ у Квапы нет, пишет ГГ, и команда типа маньяки зарабатывает пятое очко, а пятое очко это гарантия попадания в плей-офф, с чем я их не поздравляю, вот это четенько сижу, спринитирую, первая игра решающая для команды, вторая игра решающая для второй команды, что не игра, то одно удовольствие, следующая, кстати, такой же может и быть у нас следующей картой, будет The Final Try против команды Балт, и у Балт и за счет 1-4, они сегодня уже проиграли хаосом, тоже может по итогам серии стать 1-5 и гарантированно они тоже вылетят, как-то так это работает, ну что, послушаем Джиггернаута, а пока отправлю вас всех аккуратнее в сторону рекламной музыкальной паузы, не переключайтесь, вставайтесь с нами,